И снова всем привет-привет, друзья! С вами Маруся. И по вашим многочисленным просьбам мы сегодня продолжаем озвучку фанфика «Жених и струщоб». Но очень важный момент. У нас на очереди часть шестая «В здоровом теле здоровый дух», и в этой части есть контент 18+. Поэтому я озвучу эту главу в урезанном, в укороченном варианте, упустив все прекрасные моменты взаимодействия вегуков. Полная версия выйдет практически следом на ресурсе Boosty. Ссылка будет в описании под видео и в прикрепленном комментарии, чтобы YouTube не заблочил эту часть. Так что, ну а что делать? Итак, часть шестая «В здоровом теле здоровый дух» поехали. Вечером Тихен снова искупался. Вон какой маршрут прошел, весь пропотел. Вода была такая же холодная, но все же не ледяная, как рано утром. В это время Чунгук ушел в лес запастись съедобными травами, и Тихен остался наедине с собой. Сначала он долго плавал, преимущественно на спине, чтобы волосы находились в воде и, может быть, хоть так промылись. Потом сидел в воде по горло, просто думая обо всем и ни о чем, смотря на закатное оранжевое солнце. Здесь, на природе, в глуши, далеко от цивилизации, пробуждается совершенно новый виток раздумий. О будущем, о мире или, может быть, о красоте этой опасной трущобы. Тихену не свойственны столь высокие думы, но именно в одиночестве рождается философия нашей жизни. Ему даже захотелось смеяться из-за того, как нелепо он выглядит. Сидит, как лягушка на кувшинке, и лупит в небо, как маленькая мушка, думает о большом мире и скоро начнет квакать от холода. Все в нем. Болотный красавец. В общем, ему пришлось спешно вылезти, так как какая-то рыба коснулась его спины. И он подскочил, как ужаленный. Конец колхозной философии. После чего накинул свою цветочную рубашку, голопом поскакал в домик печки. Ченгук пришел только спустя час, тут же принявшись раскладывать на кухонных тумбах всякие растения. Оба молчали. Ну а что еще говорить? Техен ждал его, чтобы лечь спать. Все равно тут больше нечего делать. А пока пил чай, бездельничал. Ченгук тоже искупался в пруду, вернувшись опять в одних плавках, вид, как всегда, отсутствующий. С чего бы мужику не ходить полуголым перед другим мужиком? Ну ладно, парнем. На мужика Техен не тянет. Это же не соблазнение, а нормальное явление. Но каждый раз оторвать глаза от этого тела все тяжелее. Чисто визуально все красиво. Техену нравится именно так, когда в меру подкачанный, брутальный, плечистый и даже высокий. А Ченгук еще и намного выше. Так что Техен не виноват, что его взгляд то и дело скашивается на это тело. Ну так он и не поддается этой мучительной пытке. Все время одергивает себя, ругает. Пускать слюнки на Ченгука вверх идиотизма. Тут ничего не светит. Пока он просыхал и прогревался чаем, Техен укрылся, грея постель. Нет-нет, а, кашлянет. Что-то запершило в горле. Или громко чихнет, прокашлившись. И так повернется, и сяк устроится, весь извертелся, дрыгая ногами. Ченгука напрягала этой симфонии, потому что от интеллигенции только и жди сюрпризов. Это что такое? Суровым голосом начальника. Ну что? Неловко поведя плечом-то, я забился в подушку. Опять мазнул взглядом по его ногам. Волосатые. Бедра такие мясистые. Техен погладил свою ногу, неизменно гладкую и стройную. Опять кашлянул, потеряв нос. Потом опять чихнул. Да вот правда, нога неизменно стройная. О чем он вообще думает? А еще у него дорожка волос. От пупка вниз. Техен громко кашлянул, открестившись от больной фантазии. Еще одно представление, и он зароет себя на месте от стыда. А им еще спать бок о бок. Рано делать какие-то прогнозы, но Ченгук надеялся, что это всего лишь от пыли, а не предвестник простуды. Когда он лег под одеяло, то внезапно прикоснулся к его щеке и лбу тыльной стороной ладони. Техен посмотрел на него по плывшим взглядам, объясняя, что очень хочет спать. В этот раз он его не обнимал. И оба повернулись друг к другу спинами, столкнулись с задницами. Техену пришлось спуститься ниже, чтобы не задевать. Он подумал, что самый несчастный человек, раз ему приходится спать на краешке подушки, подгибая ноги, лишь бы не касаться попой. Ченгук и вот вообще не брала заботы, сталкиваются они или нет. В конце концов он попросил Техена не лозить, а уже притихнуть и прижаться к подушке, а сам развернулся к нему грудью. Новый апокалипсис. Ченгук дышал ему в затылок. И теперь уже его нога соприкасалась его ягодицами. Хотелось выйти, нет, проорать ему, что это, блин, ненормально, что он должен тоже волноваться по этому поводу и следить за своим телом. Но это его нисколько не смущало. Только Техена. Когда послышалось мерное сопение, Ченгук невольно прижался ближе. Без шуток. Техен чуть не откинулся. Теперь он ощущал не ногу, а его таз. И дыхание по духам стало еще горячее, жаря кожу с волосами. Техен весь покрылся мурашками и жалостливо смотрел в стену. Ченгук издевается над ним даже во сне. Опять чихнул. Правда издевается. Как это часто бывает, утро началось не с той ноги. И руки. А с большого чиха, шмыганья, соплями и сухого кашля. Техен лежал весь в поту, краснощеки, горячий. Вот так закалился в пруду. В здоровом теле здоровый дух. Ченгук до последнего не верил, что тот мог простыть. Думал, по кашле это пройдет. Но нет. Городские фифы с их сослабленным иммунитетом, лишь от дуновения ветерка, сваливаются с температуры под сорок. Техен, конечно же, оправдал свое звание неженки. Заболел, разлагаясь в вареное нечто. Так началось утро. Ченгук под сокол, трогая его лицо, хмурясь и стремительно одеваясь. Внезапная простуда все меняет, но не беда, что тут нет медикаментов. Ченгук вырос в деревне, и все болячки они лечили народными средствами. Да у них в округе столько лечебных трав. Ченгук быстро поставит его на ноги, беспокоиться не о чем. Но все равно ситуация малоприятная. Получается, сам завел его сюда, отправил купаться в холодный пруд, а он взял из очах, под его ответственностью. Леший снова весь в работе. Первым делом решил затопить печь. Техен отвлекал его вопросами по типу «Я умру? Что делать? Ты меня спасешь?» А еще стонал «Мне плохо», швыркая и чихая, свернув одеяло батоном между ног, чтобы было удобнее лежать. Ноги голые, сам взмокший, лицо уныло-красное, температурит, глаза слезятся. В данный момент ему простительна разговорчивость. Ченгук ничего не отвечал. Только после подошел и заставил нормально укрыться, а также посоветовал попытаться снова уснуть. Техен хныкал, что не может, потому что ему нестерпимо хочется кашлять и сильно болит голова. Прямо сейчас Ченгук не мог ему помочь, хотя на него было жалко и даже боязно смотреть. Пока печка растапливалась, поставил кипятичайник, чтобы потом заварить кружку с листьями брусники. Это для того, чтобы сбить температуру. Дальше поставил вариться щи, насругав туда, что было. Ченгук еще хотел сделать отвар от кашля из цветков ромашки, шалфеи и мяты, но для этого ему нужно было сходить в лес. Техен так и не уснул, наблюдая за ним, безмолвно пуская слезы от температуры. Организму плохо, значит, и ему очень плохо. Возможно, он боялся, что это опасно для его жизни. Тут же трущобы, даже связь не ловит. А вдруг ему станет хуже? А вдруг Ченгук не сможет помочь? Пока он бредил и ворочался на койке, Ченгук, мелькавший на фоне, периодически подходил к нему. Через какое-то время он пришел с брусничным отваром. Сам приподнял его голову, заставляя пить. Когда болеет санбом, все происходит точно так же, так что он привычен к этим делам. А дети болеют часто. И чашку ему держал, и утирал то, что текло мимо, ну и говорил, что все будет хорошо. После отвара организм сильно согрелся, стало жарко. Ченгук посильнее его укутал, чтобы пропотел. Перед тем, как уснуть, Те держал его за руку. Попросил посидеть вместе с ним. Ни о чем больше не говорили, просто Ченгук сидел у сголовья и вслушивался, заснул ли он. Пока у больного был сон час, он сходил в лес за ягодами и травами. А потом еще и маме позвонил, узнав, что лучше делать при простуде. Она, конечно, вся распереживалась, немного его поругала, но потом насоветовала подряд всего, чтобы Техен мигом выздоровел. В конце передала трубку санбому, чтобы сказал папе привет. Отец пообещал вернуться домой очень скоро. Вот только кое-кого вылечит. В доме стало тепло, даже жарковато. На небе опять собрались тучи. Солнце скрылось, поднялся ветер, запахло дождем. Вернувшись, он сам его разбудил, так как сделал кружку кипятка с мелиссой. Заставил выдыхать пар ртом и носом, накрыв одеялом. Это что-то вроде ингаляции. Техен, само собой, выглядел, как обычный больной человек. Опухший, ослабленный, сонный. Мягкий, как пластилин. Хоть как им крути. Хоть куда укутаскивай. Пластилиновый Салли так и просился, чтобы его приласкали и пожалели. Но вместо ласки Ченгук его залечивал, делая одну припарку за другой. После ингаляции заставил его греть ноги в горячей воде в ведре. Техрипло жаловался, что ему горячо. Но Ченгук крепко держал его ноги, заставляя слушаться. После чего насухо обтер сам его стопы, натянул носки, снова укутывая одеялом. Техен почти сразу же уснул, свернувшись калачиком. Лесная жизнь ему точно не подходит. Наконец ливанул дождь. Ченгук снова оказался запер в четырех стенах, задумчиво распивая чай и поглядывая на спящего. Такого больного его захотелось защищать в два раза больше. Действительно, как маленького, потому что в этих условиях он был совершенно беззащитен. Естественно, раз Ченгук повел его с собой в лес, на нем вся ответственность за городского ребенка. Он и не сомневался, что ему скоро станет легче. Температура уже спала, сейчас проспится и все будет нормально. А почему же все-таки повел за собой? Мог вывезти и отправить домой. Да они ж были в самом начале, Техен сам об этом говорил. Но Ченгук уперся, заговорил зубы, и вот Техен лежит здесь. Есть ли этому разумное объяснение? Вообще-то есть. Разумное с точки зрения Ченгука. Он разговаривал с матерью касательно Техена. Разговор состоялся перед самым походом в лес. Да, он знал, что его сводят с парнем геем. Маме незачем отрицать, она была серьезно настроена. Аргументировала тем, что Ченгук все равно ни с кем не водится. Так почему бы не попробовать? Ну да, парень. Ну да, не совсем нормально жить так с семьей в деревне. Но в отличие от разных баб, которые на нем виснут, Техен бескорыстен и искренен. Да и с сыном ладит. Да он сам как ребенок, поэтому к нему и проникаешься. Техен вообще такой человек, что ему нужен тот, кто будет им управлять. А Ченгук для этого идеально подходит. Вот только ему это не нужно. Не нужен парень. Встреча в лесу для одного из них не была случайностью. Ченгук сам догадался. Неспроста же мама отправила его в отпуск, когда он еще и не собирался на охоту. Возможно, он увел Техена назло. И невозможно, а так и есть назло. Они должны были просто поболтать. Наверное, мама рассчитывала, что Ченгук его выведет из леса и проводит до дома. Суть в том, что они просто должны были пообщаться в нетипичной обстановке. Но когда это Ченгук так поступал? Мама же хотела, чтобы они пообщались. Вот он и завел его в глушь, чтобы хлебнул суровой жизнью. Возненавидел все это и сразу по окончанию отпуска, отдыха, отчалил домой, в город. Ведь так всем было бы проще. Он сразу же избавился бы от одной головной боли, а мать не строила бы иллюзий. Но что-то пошло не так. Техена сбалованный, да, но не противный. Нечего удивляться, что его здесь все пугает и все не нравится. Что он вяжет от антисанитарии. Он родился в других условиях и никогда не жил с пауками в обнимку. Но вот Техен делает его задание через не хочу. Интересуется чем-то, голодает, лишь бы не трогать животных. Не наглеет ради своего комфорта, извиняется, если сказал что-то не так. Он не так уж плохо справился с лесной жизнью. А глуши и отшельничество вдвоем накладывают свои штрихи. Более близкое общение, узнавание друг друга в разных ситуациях. В конце концов, вырабатывание привычки быть вместе. Тут дни тянутся намного дольше, чем даже в деревне, не говоря уже про город. Вот и ощущение, что они здесь давно и так же давно знакомы, потому что Техен просто как три копейки. И он хороший парень. На самом деле, оскорблять его очень низко. Но Техен сам прощает. Ни за что. Поэтому Чангу ко многому думает. Но все эти мысли ему не нужны. Он и сам скорее хочет вернуться домой. Глупая идея испытать фифу на прочность. Теперь он это понимает. Даже сожалеет, что взял его с собой. Если бы не эта глупая идея, всего этого бы не было. Он не планировал узнать его так близко и при этом не разочароваться. Через два часа Ченгук его разбудил, присев на краю. Техен долго не отзывался, потом вяло приоткрыл красные глаза, выглядя разбито, будто и не спал вовсе. Влажный лоб приклеил к себе густые волосы. Цепочка с жемчужинками съехала на подушку. Сережка давно была снята и лежала у него в сумке. Жалко было его тормошить, но с процедурами-то еще не закончено. Просыпайся. Сейчас помоешься, еще раз подышишь и снова спать. Техен зажмурился, прячась под одеяло. Ни в какую не хотел вылезать и что-то делать. Даже не захотел помыться, хотя в добрые времена ходил в душ по два раза в день. Чунгук без надрыва повторил свою речь, спокойно стягивая с него одеяло. «Потягивая ближе к себе за щиколотку. Горячая, липкая кожа. Точно надо окунуться». «Не пойду, там холодно, я не хочу!» Тихо повторял и мягко отталкивал его от себя, так как никогда и ничего не делал грубо. Чунгук заверил, что польет его теплой водой на крыльце, чтобы хорошо спалось. Но Техен только себе это представил и уже отпрянул. Он не будет раздеваться, он не хочет, чтобы Чунгук видел его голым. Нет, нет и нет. «Быстро, быстро сделаешь, быстро ляжешь спать. Ты ведь пропотел, вставай». Техен не шевельнулся. Тогда это сделал Чунгук, поднимая его за локоть, чтобы сел. Он нехотя держал спину, всем видом показывая, что ему очень плохо. Чунгук устал и жалостливо, сухими губами, редко и тяжело моргая. Техен знал, что против этого дерева не попрешь, но все равно просил. «Я не хочу, там же холодно, и как я буду?» «Нормально будешь, сядешь на корточки, я тебя полью водой, высохнешь у печки, подышишь и спать». «Значит, ему придется сидеть голым, значит, я не могу». «Ну, хорошо». Техен его стесняется. «У него как-то много заморочек, и это плюс одна в копилку. Проблема как раз в том, что он другой. А Чунгук-то натурал. И хотя бы для одного из них это смущающе, потому что эту ситуацию он рассматривает по-другому. Пусть Чунгук и все равно, но ему-то нет». «Ой, да перестань ты, как девка себя вести!» Сморщившись, тот ушел к печке, делая теплую воду. Возражений не принимал. Кинул через плечо пожестче. «Живо раздевайся». «Отчего ж, пошли мурашки по коже!» Техен закусил губу, медленно расстегивая рубашку. Чунгук как назло повернулся к нему буравью взглядом. «Не, ну это издевательство». «Ну, я же попросил, отвернись!» Техен остановился на середине рубашки, надломив брови. Показались ключицы, и его карпедеем скромно выглянуло из-под тени воротника. «И да, Чунгук на все это смотрит без зазрения совести!» «Ты хоть знаешь, что написано? Или от балды набил?» «Вот дубина стайросовая!» Техен обиженно фыркнул, опять захлопывая рубашку. «Он и так стесняется, еще и потому, что тело у него худощавое, без мышц. А когда вот так высмеивают, не твое дело!» – опустил взгляд, напыжившись, хошмыгая соплями. «Только Чунгук постоянно обращается с ним жестко!» «Хорошо, раздевайся и чеши на крыльцо!» Он постарался сгладить острые углы, раз Техен такой нежный, что слово против сказать нельзя. Отвернулся, выжидал. В любом случае ему нужно было ополоснуть тело. Техен все-таки разделся, скрипя сердце, снимая боксеры. Действительно, ведь пропотел липкий, противен сам себе. Но так некомфортно от всей этой ситуации. Наверное, стоит думать и повторять себе, что он придает слишком много значения, не тому, ведь Чунгук он даром не сдался. А на мужские голые тела вообще фиолетово. Все проблемы из головы, факт, придуманы не нами. Но как это искоренить? Техен держал рубашку там, где надо. Стоял у двери. Чунгук взял ведро, приказав быстро присесть и, цитата, «не пикать». Так он и сделал, выбежав на крыльцо. На улице шел сильный дождь, вкусно пахло травой и озоном. Не холодно и не жарко, но ветер дул сильный. Чунгук умеренно поливал из ведра. Техен свернулся пополам, поджав пальцы на ногах и стараясь не думать, куда он может смотреть. Конечно, не катастрофично, просто неловко. Он все-таки сидит к нему голой жопой. Чему тут радоваться? Когда закончил, придержал ему дверь, а тот пролетел вихрем. Так он все шмыгал и покашливал, приклеившись к печке, спиной к нему. Чунгук не говорил ничего смущающего, только что сказал обтереться своей рубашкой. Волосы ему не намочил, а потом кинул ему свою футболку. Смущаясь и проклиная себя за это, Те быстро все сделал, надев футболку и натянув до середины бедра. Тут же чувствую его запах. Запах Чунгука. Эта мысль влетела ему в мозг, как сквозняк в приоткрытую форточку, перевернув все вверх дном. Кровь еще больше привела к щекам. Не дай бог, Чунгук что-то поймет, не так подумает или вообще посчитает его извращенцем. И как потом смотреть ему в глаза? Как обращаться последние дни? Нет-нет. Техен себя дернул, дал мысленных пощечин, отругал за него местные ассоциации. И на плечо опустилась рука. Че застыл? Пошли делать ингаляцию, будничным тоном готовя кружку с кипятком. Техен неловко сел на кровать, а он пододвинул к нему стул, коротко глянув. Опять потрогал лопы шею. Это сейчас вообще не вовремя. Опять температура? Тебе плохо? Тот часто завертел головой, отрицая. Чунгук накрыл его одеялом, заставив дышать. Сам присел рядом. Его колено касалось Техенова колена, что само по себе не призыв к сексу вообще ни разу, даже не заигрывание. Но Техену стало снова плохо. Не по здоровью, хотя по нему тоже. Раньше он старательно вычеркивал все недостойные мысли, лишь бы вести себя нормально. Никак гей. Но тут он не может. Ему нравится Чунгуковый внутренний стержень, его нарочитая группость и твердость голоса, его тело, его отчужденность. Его тепло рядом, его запах ненавязчивый. Это так въедается в рецепторы, а на фоне отшельнической жизни и вовсе сносит заслонки. Техен не озабоченный, нет, он не кидается на каждого. У него вообще был только один сексуальный партнер, и спать с кем-то новым он пока не собирался, но... Его это возбуждает. Он ничего не может с этим поделать. У тебя все хорошо? Дышишь? Парадоксально. Еще дышит, но скоро задохнется. Тут все пропитано им. Что говорить, они ведь спят спина к спине, укрываются одним одеялом, их тела соприкасаются ночью. Боже! Чунгук сам выжидал время, не надеясь, что он поймет, когда вода остынет и будет бесполезной. Еще раз дал выпить отвар, беспокойно наблюдая за его внешним видом. Завтра последний день. Послезавтра утром вернемся. Скоро твой ад закончится. Почему прозвучало так грустно? Или это только для Техена? У него, как по щелчку, глаза на мокром месте ни с чего. Может, он просто привык 24 часа в сутки быть вместе с ним, привык к этому тихому месту, к запахам леса и его звукам. Может, он настолько сильно привык просыпаться рядом с ним ранним утром? Привычка – это самая странная вещь. Бросить ее очень сложно, тем более, когда не хочется. Есть хочешь? Или спать? Ягоды есть? Чунгуку приходилось сидеть на диете вместе с Техеном, потому что лично он этой травой не наедался. Техен и сам схуднул на постном рационе. Но он и ел мало, а сегодня так и вообще ничего, кроме отвара. Когда болеешь, советуют голодать. Но это кому как. Среди всяких трав была рассыпана горстка черники. Техен не смог вот так уснуть, не попробовав. Сразу вспомнил про йогурты и всякие тарталетки, эклеры с черникой. А тут свежие, без примесей. Но как бы прекрасно это ни было, в голове эхом повторялись слова про последний день. Иногда, чтобы заиметь привычку, хватай дня. А чтобы в любви, впрочем, неважно. Снова легли, как в первую ночь. Техен, как всегда, боязно обнимал, будто нельзя или, может быть, Чунгуку противно от его объятий. А вдруг, вот так терпит, но тогда зачем взял с собой в лес и столько дней его здесь мариновал? Зачем позволяет себя обнимать? А может, он такой толстокожий, что ему все равно на присутствии какого-то парня рядом? Да, попросту не придает этому значения. Техен точно знает, что никогда его не заинтересует. И ему еще больше стыдно за неподобающие мысли, словно их слышно. Чунгук, вообще-то, обязан здесь за ним ухаживать, потому что сам его сюда завел. Но он ведь, правда, так много для него делал. И заботился, и подстраивался. И вот чем он ему отплатил? Желанием чего? Техен сам не знает ответ. Че, как таракан, ерзаешь? О чем ты там думаешь? Ну, спи давай! С закрытыми глазами тяжело вздыхая. Техенова рука поднимается и опускается вместе с его грудной клеткой. О чем же еще тут думать? И врет. Да просто страшно. Да кого ты опять испугался? Вроде небезразличный голос, нейтральный, ровный. Весь он такой, внушающий контроль и уверенность. И очень сильно этим подкупает, даже когда необоснованно груб. Да так. Убирает с него руки, не видя, что Чунгук открыл глаза и следит за ним из-под полуприкрытых век. Без объяснения отворачивается к стенке. На пауков и всех остальных вообще плевать. На душе опять стало пусто, грустно. Он не настолько глуп, чтобы иметь виду на такого, как Чунгук. И обнимать его не стоит. И вешаться на нем, и причитать. А леший смотрит. Утром Чунгук вылез незаметно. Так же осторожно его послушал, потрогал лоб. Не лихорадит, но горячий. Дышит ртом. Погода такая же хмурая. Прохладно, пахнет сыростью. Опять сидеть весь день в доме. Ну и не уйти в деревню, потому что Тихен еще не ходок. Нужен хотя бы день на восстановление. Хорошо, что он запасся дровами и мог затопить печь. Пока не пошел дождь, сходил к пруду за рыбой. Тихен может и не есть, а он не хочет сидеть на траве и морить себя голодом. Сделает рыбный суп, а там пусть ест, что хочет. Чунгука не утомляет столько работы. Для него это норма труда. Так проходит каждый его день. И вообще он работящий. Наоборот, не может сидеть, сложа руки. Но и его это не тяготит. Все равно он готовит и для себя. Чтобы не шуметь, рыбу чистил на улице. Потом замешивал суп, ставя на печную плиту. Тихен все так же спал, неуемно ворочаясь в кровать и зарываясь в одеяло. Чингук набрал еще воды в два ведра. Одно ставя греться, а второе про запас. Дождь вот-вот польет. С одной стороны идут грозовые тучи. Прогноз неутешительный. Через час он узнает, боится ли Тихен грозы. И почему-то ни на секунду не сомневается, что ответом будет да. Раз Тихен и так весь день будет лежать, можно сделать ему компресс из распаренного лопуха. Просто и действенно. Нарвал восемь листов, распарил в кипятке, оставив отлеживаться. Желательно спать с ним всю ночь, но в этом случае весь день. Как раз к этому времени, девять утра, пошел мелкий дождь и начало греметь. Тут и Тихен завертелся, проснулся, сразу нахмурившись. Да, боится, конечно. Гром, севшим голосом прокашливаясь. Вялые глаза такие же, покрасневшие, слезятся. Лицо такое красноватое, но все же выглядит лучше, чем вчера. Если хочешь в туалет, то пошли сейчас, пока дождь не разошелся. Хочет? Ну как же лень вставать? Он как будто побитая ваза, все ломит и тянет, сил нет. Ченгук дожидается его, пока он с черепашей скоростью выбирается из одеяла. Находит носки, ночью стянул. Находит галоши, кое-как ковыляет, шатаясь. В итоге Тихен сходил за угол, а Ченгук ждал его на крыльце. А вот теперь он продолжит свое лечение, ибо будет нехорошо вернуть его больным. А Тихен не возражает, но, очевидно, не в восторге от приложенных к груди и спине лопухов. Сначала пьет отвар, потом ест хоть пару ложек супа. На время Ченгук от него отстает. Тоже ест. Тихен со вчерашнего вечера тих и осторожен. Пытается быть послушным и не создавать больших проблем. Завтра они разойдутся. Завтра их ничего не будет связывать, и Ченгук снова будет холоден и груб. От этого плохо. От всего на самом деле. Ну что, как сегодня самочувствие? Паев Ченгук садится в из нож и осматривая больного. Сегодня он, правда, выглядит получше. Хорошо. Лопухи греют? Да. Ноги мерзнут? Еще до того, как Тихен сказал нет, он задрал одеяло, обхватив ступню, а потом снял носок под рогов. Там устало щекотно, да и неуютно. Нога скользнула обратно под одеяло. И взгляд Тихена тоже ускользнул куда-то в пол, чтобы не переглядываться. Надо держать ноги в тепле, живот в голоде, а голову в холоде. Слышал такое? Отрицательно мотает, как всегда. Надо погреться. Ну, надо так надо, Тихен молчит. Все так же, как и вчера. Ченгук держит его ноги в горячей воде, пока он шипит. Сейчас даже не настолько горячо, как очень грустно. Ему хочется кое-что спросить. А когда мы вернемся, ты не будешь со мной здороваться? Ченгук поднимает лицо, взгляд с прищуром. Все еще удерживает ноги. А что за бред? Ну, здесь мы общались вынужденно, а там ты не захочешь. Если пересечемся, поздоровай, с чем проблема? Тихен еще больше погрустнел. Того, что было здесь, никогда не будет по возвращению. А если меня позовет матушка, мне можно к вам приходить? Я тебе уже говорил. Санбом быстро привыкает к новым людям. Потом ты уедешь, а он будет тебя ждать. Зачем? Понятно. Тихен хочет сам вытереть ноги. Но он не безрукий. И если ему так все неприятно, что связано с ним, он и сам может за собой поухаживать. Однако Ченгук перехватывает старую рубашку, насильно отбирая. Для Ченгука может ничего такого, но Тихена трогает то, что он вытирает ему ноги, надевает носки, укрывает одеялом. Зачем? Сам же спросил. И Тихену тоже непонятно. Зачем эта забота? О нем могли заботиться мама и бабушка, но от него эта забота воспринимается иначе. Тихен ничего не может с этим поделать. Все равно думает об их последнем дне вместе. И что все закончится, не начавшись. Хотя о каком начале можно было говорить? Он опять все это себе придумал. Чупритих. Голова болит? Тот шмыгает и отрицает. В этот момент эпично громыхает в небе, и Тихен испуганно таращится в окно, дернувшись. А молния в нас не ударит? На крыше громад вот. А шаровая? Он знает про шаровую. Вообще про нее не думай. Можешь закрыть шторки? Ченгук без смешков выполнил просьбу и тоже лег в кровать, потеснив больного. В такую погоду только спать. Прям наваливается усталость. Поспи. Если станет плохо, буди. Ченгук внезапно обращается к нему, чтобы спросить. Но на его вопросительно приподнятую бровь отмахиваются, не решаясь. Ему хочется узнать, зачем он повел его за собой. Но, зная этого фермера, можно не сомневаться, что его мотивы далеки от романтических. Техен не строит иллюзий. Ему не важно, как он здесь оказался. Ему плохо, потому что больше он здесь с ним не будет. Вот. Вот что важно. Так и заснули друг другу спинами. Техен, как всегда, грустил от того, что сам себе надумал. Удивительно, но Ченгук уснул и проспал до вечера. В то время, как Техен проснулся намного раньше, наблюдая за ним. Не зная, зачем, он даже украдкой сфоткал его. А потом лежал и слушал сопение. Смотрел на его серьезное, даже во сне, лицо, особенно долго разглядывая губы. «Спишь?» Шепотом, чтобы не разбудить, если спит. Но Ченгук никак не среагировал. Значит, все нормально, можно продолжить осмотр. Потом Ченгук перевернулся к нему лицом, и наблюдение стало еще интересней. Техен пододвинулся прямо очень близко, почти нос к носу, чувствуя его дыхание на себя. Крайне незаметно и аккуратно пощупал волосы. Это важно. После все-таки столкнулся с ним носом. Улыбнувшись этому происшествию, Ченгук не дернулся. Ноль реакции, точно спит. Но от Техен он возбужден. И от этого так стыдно и настолько же горячо. Ченгук может проснуться в любой момент, и тогда конец ему. Ну как же это волнительно. И когда проснется, то опять заставит греть ноги. А футболка короткая. Куда прятать проблему? Он понятия не имеет. Он вообще не понимает, почему его так кроет. Может, всему виной болезнь, или голодуха, или отшельничество. Нет, Техен и правда не знает, но ему это очень нужно прямо сейчас. Больше у него не будет такой возможности, чтобы незаметно насмотреться и даже потрогать. А значит, можно и рискнуть. Иначе будет жалеть. Возможно, всю жизнь. Просто коснуться. Ничего такого, просто же. И снова прикасается к его груди. Благо, что хоть в рубашке. К его плечам. Совсем слегка губам. Пальцами. Но все же очень легко, почти неуловимо. Техен с болью сжимает промежность цепи в зубы. Ему сейчас ничего нельзя делать. Даже дышать нужно тихо, чтобы он не проснулся. Но как же хочется просто по-человечески себя потрогать. Хотя даже от этого желания он чувствует себя грязным, потому что это ужасно. Возбуждаться от спящего и хотеть себя приласкать. Именно приласкать. Техен не любит говорить по-другому, потому что он всегда трогает себя именно так. Ласково. Дождь же идет. Должно быть неслышно. Он будет как мышка. Никто не заметит. Либо он умрет от возбуждения, потому что в кровати с ним невозможно думать, о чем-то другом. Чуть отодвинулся, снова сжав выпирающее достоинство. Как он до этого докатился. Видимо, голова перегрелась. Что-то было в этом такое, чтобы называть себя последними словами и продолжать делать то же самое. Запустил руку под боксеры. Задержал дыхание. Чуть не заплакал. Стыдно. Вытащил. Закрыл лицо ладонями, дабы отдышаться. Сопротивляется. А куда ему идти? Нужно как-то справиться, перетерпеть. А завтра уже будет все равно. Забудется. Он постарается забыть. Внизу живота скручивается узел. Стоит только представить, что Чингук может с ним сделать. Или в какой позе он любит. Как так же грубо или заботливо. Как стонет. Насколько суровое у него лицо. Как крепко держат руки. Насколько с ним шарко. Боже, спаси и сохрани. Тихон ругает себя снова и снова. Потому что эти мысли делают только хуже. У него опять все чешется. Нервы на пределе. Хочется хныкать. А лучше стонать. Да. Громко. О, ужас. Не о том он думает. Нельзя. Это уже за гранью. Это недостойное поведение и неуважение. И вообще. Он не такой. Ему просто очень сильно нравится этот человек. И он не может заглушить себе эту симпатию. Даже если она неправильная. В конце концов Тихон вытирает влагу под глазами. Поднимая сидячее положение. Глубоко дышит. Часто моргает. Считает про себя до десяти. Поджимая пальцы на ногах. Ему лучше на воздух. А еще лучше где-нибудь уединиться. И плевать, что болен и дождь. Он не может отвлечься на что-то другое. Но еще пара мучительных минут. И он себя точно выдаст. Тихон собирается сначала подняться на ноги на кровати. А потом очень тихо через него перелезть. Придерживаясь за изножья. Вообще-то он так и делает. Чувствуя себя таким идиотом. Ну а потом коротко смотрит на спящего. Задумчивый взгляд окидывает его с головы до ног в ответ. Он не выглядит сонным. У Тихона что-то застревает в горле. Он сильно закашливается. Колени подкашиваются. Пытается быстро выскользнуть на пол. Чтобы вообще его всего избежать. А у самого уже под градом. И кровь разогрелась до плюс сорока градусов. Ченгук так же резко хватает его за футболку, дергая обратно. Что? Как? Зачем? Тихон боится на него смотреть, даже дышать. Как нашкодивший щенок. И его стыду нет предела. Сейчас ему нет предела. Эмоции через край. Он совершил большую ошибку. Он очень виноват. Ченгук тоже садится. Но как смотрит неизвестно. С осуждением отчитывает. Главное, чтобы не сильно разозлился. Тихон точно не уснет с таким грузом на сердце. Их последний день закончится ужасно. Далеко собрался. Голос низкий, негромкий и нетихий. Тихона выворачивает от его уверенного тона. А сам он ни в чем не уверен. Только бы дали провалиться сквозь землю. В туалет хочу. Очень тихо. Кровь пролила к щекам. Желваки заледенели. И почему-то потрясывает. Как если сильно напился, проблевался и начинаешь трезветь. Короче, все очень плохо. И все обещало этим плохо кончиться. Потому что троганье спящего не сулит ничего хорошего. Очень хочется надеяться, что Чунгук понимающий и пожалеет бедного Тихона, отпустив его свояси. Не дури. Тихон сдрагивает. А Чунгукова рука все еще держит его за спину. Он весь змок. Вот эта лихорадка. Намного сильнее вчерашней. Мозг в каше. Он больше не знает, куда бежать. Его поймали за шкирку. Ты спал? Слова даются тяжело. Самообладание вообще не дается. Тихон прикрыл лицо руками, схлипнул. Он не умеет терпеть, если его накрывают эмоциональной волной. А его просто снесло девятым валом. Это конец. Вот теперь действительно. Прости, извини, пожалуйста, забудь. Чунгук подсаживается сзади, оборачивая руку вокруг его талии, притягивая ближе. Тихон клянется, сердце только что пробило грудную клетку. Так сильно звуя оно стучит. Успокойся. Так невозможно успокоиться. Отпусти, пожалуйста, мне стыдно, я не могу. И если что-то делаешь, то делай до конца. Тихон снова всхлипывает, изворачивается, пытаясь встать. Только нравучения ему не хватает для полноты омерзительного самоощущения. А Чунгук не отпускает, утягивая обратно, и валит на себя. А вот это уже страшно. Ударит. Не надо, прости, я, прости. Чунгук касается его затылка. Сначала непонятно зачем. Может, голову свернуть. Потом загривка, скатывая ладонь на плечо. Не давит. Целует позвоночную косточку. Вот еще на все тело в мурашках. Успокойся, ты не виноват. Это твое тело хочет. Нет, я не хочу. Тот в шоке отрицает, раскрыв рот. Вот-вот вырвется то ли схлип, то ли икота. Это говорит не тот Чунгук, которого он знает. Кто похитил настоящего Чунгука? Хочешь, и я хочу. Так бывает. Ну, а дальше, друзья, я озвучивать на ютубе не буду. Я сделаю это на бусте. В общем, все хорошо. И последняя фраза этой главы. Так наступило утро. Ну, а продолжение следует. С вами была Маруся. Не забывайте подписываться на мои... Все ссылки находятся в описании под видео. До скорой встречи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok